Здравствуйте, коллеги! С вами Исаков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня мы обсудим то падение на фондовом рынке, которое было вчера и что повлияло на резкий отскок от уровня 3800 по индексу S&P500. Ну а прежде чем мы начнем, не забудьте поставить лайк этому видео, если оно вам нравится и также ваши вопросы оставляйте в комментариях. Вчера мы с вами были свидетелями продолжения распродаж на фондовом рынке. Технологии падали быстрее, чем компании старых экономик, поэтому мы видели ряд компаний, которые проседали довольно-таки сильно вчера после открытия рынка. Ну скажем так, технологичный сектор чувствовал себя не так хорошо, потому что они были основными минифициарами того роста, который начался собственно с марта. А вот как раз компании старых экономик не так сильно отыгрывали то движение, которое было и вот вероятно сейчас пришел их черед. Но сейчас тоже важно понимать и почему это произошло. То есть, во-первых, растет доходность казначейских облигаций, мы уже давно об этом говорим. И рынок боится новых, ну точнее изменения политики около нулевых ставок, который длится с марта прошлого года, когда ФРС в экстренном порядке понизил процентные ставки для того, чтобы поддержать как раз фондовый рынок и давать долг под практически около нулевой процент. Вчера как раз прошло заседание ФРС и Джером Пауэллоу на этом заседании сделал заявление, которое фактически поддержало рынок в этом отношении и заявил, что пока ФРС намерен продолжать политику около нулевых ставок, пока не достигнуты те таргеты, которые они перед собой ставят. В плане безработицы и в плане инфляции. Таргет по ФРС по инфляции это 2%, а сейчас мы находимся на уровне 1,4% и этот уровень сохраняется уже на протяжении ну примерно полугода. Поэтому в этом случае участники рынка отреагировали это позитивно. Вчера S&P 500 ударился в уровень 3,800 и довольно-таки быстро отскочил. Поэтому вполне вероятно, что с текущих уровней мы можем увидеть продолжение как раз роста после заявления Пауэлла и движение дальше уже в область 4,000. Ну и плюс мы ждем все еще новый пакет стимулирующих мер, который должен пройти Конгресс. Поэтому пока рано говорить о какой-то панике на рынке. Да, это был довольно-таки волатильный день вчера, но это падение довольно-таки быстро откупили. И давайте посмотрим сразу же, что происходит на рынке. Давайте посмотрим, да, S&P 500. То есть от локальных максимум, которые мы видели в феврале на S&P скорректироваться. Вчера было фактически самое большое падение за, ну пожалуй, за этот месяц. Но его довольно-таки быстро откупили. Поэтому с текущих уровней фактически мы можем ожидать также именно возобновления роста. Вполне вероятно. Если посмотреть часовой таймфрейм, то пока все еще мы находимся, конечно, в падении. Мы быстро довольно-таки откупили то падение, которое было вчера. Но пока все еще, ну по крайней мере с точки зрения торговых идей, да, с точки зрения входа, пока для меня нет сигнала на продолжение роста. И здесь я буду ждать, пока S&P 500 сможет закрепиться выше максимум предыдущего торгового дня. Возможно это произойдет сегодня, возможно завтра или послезавтра, да, или на следующей неделе. То есть тут нужно поймать как раз вот этот момент остановки. Но те уровни, до которых мы достигли, то есть отметка 3.800 может как раз выступать на текущий момент уровнем поддержки, от которой мы можем видеть возобновление данного роста. Если брать по валютам, то здесь фактически по ряду инструментов мы видим движение на укрепление американского доллара. То есть евро по отношению к американскому доллару тоже подрастает, мы еще далеки от локальных максимумов, которые мы видели в отметке 1.23, то есть это начало января. Поэтому здесь в принципе потенциал для продолжения роста тоже сохраняется. А здесь я бы для себя рассматривал еще одну волну снижения, если мы остановимся где-то в области 1.20.40 или может быть даже 1.19.60, то оттуда я бы для себя рассматривал еще раз заход на продолжение как раз роста. Но в данном диапазоне, то есть пока все-таки видится тенденция на ослабление американского доллара и по данной валютной паре. Возможно мы не сможем переписать локальный максимум, да, возможно мы не уйдем сильно высоко, но такая вероятность пока остается. Поэтому здесь я для себя буду рассматривать эту ситуацию. Пока с точки зрения часовой таймфрейм у нас движение сохраняется восходящее, то есть пока коррекции здесь нет. Ну вот коррекция, напомню, да, была 16 февраля, но буквально 2 дня мы снижались и затем уже 19 февраля у нас вновь рост возобновился. Но опять же с точки зрения входа в позицию уровни были не самые оптимальные, поэтому здесь сделку я не открывал. Что еще удивило, это британский фунт, да, вчера также Великобритания, ну на этой неделе заявила о том, что планируют снижать карантинные меры, что безусловно позитивно сказывается на восстановлении экономики. И британский фунт тоже на это среагировал довольно-таки активно. Ну помимо того, что фондовый рынок подрастал, ну в принципе акции там, например, travel компаний европейских тоже отыгрывали этот позитив. Если мы с вами посмотрим на месячный таймфрейм по непосредственно паре британский фунт и американский доллар, то мы с вами увидим, что сейчас мы бьемся в уровень 1.43, то есть это область максимальной значения, которую мы видели как раз в начале 2017 года, которая выступает, ну таким областью сопротивления ближайшим. То есть вполне вероятно, что мы можем дорасти до как раз отметки 1.43 ровно, 1.43.60 и оттуда мы можем видеть еще одну волну коррекцию. Но уход выше данной области может открыть дорогу нам дальнейшего движения на 1.50, 1.56 и вполне вероятно, что мы можем прийти на эти уровни, где мы были в 2013 году. То есть это уже такие долгосрочные, возможно, планы на несколько лет, потому что Brexit уже фактически позади, то есть уже это переварили, Британия тоже начинает восстанавливаться от коронакризиса. Посмотрим, посмотрим. То есть опять же сейчас покупать на текущих уровней с каждым днем, с каждым локальным максимум, который мы видим, все рискованнее и вероятность коррекции здесь назревает довольно-таки активно. Поэтому здесь тоже как идея долгосрочная, то есть я буду ждать коррекции и заходить как раз на продолжение данного роста. По паре американский доллар, канадский доллар. Здесь мы вновь видим движение на ослабление американского доллара, то есть тенденция нисходящего продолжается. Сейчас мы торгуемся вблизи минимальной значения, которую мы видели во второй половине января и опять же упали до целевых уровней. То есть опять же сейчас входить на продажу уже поздно, поэтому здесь я буду ждать для себя коррекцию и заходить уже на продолжение данного нисходящего движения. По паре американский доллар, японская иена. Здесь я для себя рассматривал вход на продажу, возможно вышел чуть раньше, но если бы не вышел в понедельник, то вышел бы вероятно сегодня. И плюс-минус цены были бы конечно лучше, но не сильно лучше, то есть того, что я ожидал. Но мы в принципе ударились в тот целевой уровень, который я для себя обозначал, то есть где может остановиться данное движение. И фактически сейчас, если мы с вами смотрим на дневной таймфрейм, то тут вырисовывается уже тренд восходящий. Поэтому здесь я для себя уже планирую пробовать первые покупки как раз в сторону восходящего тренда, ну по крайней мере с таргетами на обновление локального максимума. Если посмотреть на часовой таймфрейм, то как раз сегодня мы смогли закрепиться выше максимальные значения, которые были вчера. Для меня это некий уровень как раз остановки, то есть я не заходил на покупку, потому что тот же самый сигнал был и в понедельник, как раз когда я вышел из позиции, но мы были еще, скажем так, высоко от области поддержки. То есть если посмотреть в часовой таймфрейм, то фактически мы были вот здесь, а я для себя ожидал движения в данную область. Поэтому сейчас вот данный сценарий видится наиболее оптимальным. И тут я уже тоже как всегда поставил отложенный ордер на 50% коррекции от вчерашнего дня. Если последует коррекция, то здесь получится взять сделку с потенциалом 1 к 3, то есть риск полпроцента, вероятность заработает полтора. То есть в данном случае эта сделка для меня кажется интересной. Но опять же не факт, что эта коррекция произойдет, но тем не менее для себя я вижу возможность войти в эту сделку только при таких условиях. Поэтому здесь жду. По австралийцу. Вот австралиец как раз обновил локальный максимум. Здесь была вероятность того, что мы остановимся вблизи максимальных значений, которые были в январе. Но произошло обновление максимума. То есть опять же мы сейчас находимся в зоне перепроданности. Поэтому вполне вероятно на формирование как раз коррекционного движения, которое имеет смысл использовать для входа на продолжение тренда. Я для себя рассматриваю возможности продолжения покупок. Собственно покупал по локальным минимумам. Возможно вышел чуть раньше, но опять же был контртрендовый сигнал. Поэтому сейчас опять нахожусь в ожидательной позиции. Жду, во-первых, начала коррекции, которой еще пока нет на часовом таймфрейме. То есть на часовом таймфрейме у нас продолжается движение восходящее. Поэтому здесь пока я жду как раз для себя возможности перезайти в австралиец после той коррекции, которая здесь может быть. Ну и то же самое по новозеландцу. Новозеландец тоже сейчас на момент записи данного видео обновляет локальный максимум. И опять же покупать по локальным максимумам уже поздно. Поэтому здесь я для себя тоже буду ждать коррекцию и заходить. С точки зрения часового таймфрейма у нас опять же продолжается движение восходящее, которое пока нет сигналов на как раз начало коррекции. Поэтому здесь за этим пристально следим. Золото. По золоту я для себя также пока вижу продолжение вот как раз данного нисходящего движения. Вполне вероятно, что мы можем остановиться в области поддержки на уровне 1756 долларов за тройскую унцию. Я ставил для себя отложенный ордер. Но уже на тот момент, то есть он был актуален на начало данной недели. Сейчас он уже не актуален. Потому что если цена сможет все-таки пробить область минимальных значений, которые были сформированы вчера, то вероятно еще одна волна коррекции здесь будет сформирована. И тогда будет иметь смысл уже заходить непосредственно на понижение. Поэтому тут я скорее всего уже буду переворачиваться и следить за тем. То есть если сегодня цена обновит минимальные значения, если последует коррекция, то в шорт по золоту с целями движения на 1760 здесь я вероятно зайду. Индексы, ну в принципе как и индексы с MP500, которые мы смотрели в начале. DAX тоже продолжает корректироваться от локальных максимумов, которые были также в феврале сформированы. Неплохие уровни для того, чтобы заходить как раз на продолжение роста. Но пока опять же у нас нет остановки. То есть пока DAX не движется вновь в восходящем движении. Поэтому я для себя как раз жду данного возобновления. И тогда буду уже принимать решение по вновь поиску входа на продолжение роста по индексу DAX. Ну и то же самое по S&P. То есть жду завершения данной коррекции. Вполне вероятно, что если сегодня мы сможем закрепиться выше максимумов, которые были сформированы вчера, я поставлю также для себя отложенные ордера. И буду заходить на коррекции и с ожиданием продолжения как раз роста по индексу S&P 500. В свою очередь нефть себя довольно-таки неплохо показала. Нефть вчера обновила заново локальный максимум. То есть у нас тенденция восходящая продолжается. И вчера в моменте мы показывали уровень 66.81. Это по CFD на нефть марки Brent. Для себя цель я здесь ставлю в области 70. И там я скорее всего подумаю о том, чтобы сделать ребалансировку. Возможно избавиться как раз от нефтяной компании XMobil, которая есть в моем портфеле. Ну и по индексам. То есть как я говорил в самом начале, компании старых экономик не так сильно реагируют к падению, как например S&P 500 и NASDAQ. То есть сейчас по Dow Jones мы фактически видим, что мы плюс-минус торгуемся уже вторую неделю в том же самом узком диапазоне. То есть здесь на данной компании то падение, которое было не влиято. Вот если мы посмотрим на NASDAQ, то здесь падение, которое было гораздо сильнее. То есть если брать от локальных максимум, которые были в этом месяце, то порядка 8% в моменте составило падение, которое мы видели вчера. Поэтому здесь мы констатируем факт, что как раз технологичная компания больше всего подвержена на текущий момент тому влиянию, которое мы видим на рынке. Продолжается данное падение. Будем надеяться, что ФРС продолжит действовать в том направлении, которое было сказано. Рынок воспринят это позитивно. И возобновление роста по S&P 500, по ключевым фоновым индексам мы увидим. И вполне вероятно, что S&P 500 будет на уровне 4 тысяч уже на ближайшее время. Ну и кстати, хотел напомнить, что сегодня у нас пройдет вебинар с Александром Элдером. Каждый месяц мы встречаемся в конце месяца, обсуждаем, что происходит на рынке, разбираем акции, Александр отвечает на ваши вопросы. Поэтому тоже, если вы на него еще не зарегистрировались, переходите по ссылке в описании к этому видео, регистрируйтесь, и будем рады видеть вас на этом вебинаре. Ну а с моей стороны это все. Не забудьте поставить лайк этому видео, вопросы оставляйте в комментариях. Увидимся уже в пятницу и посмотрим, как закрывается текущая торговая неделя. Всем спасибо за внимание и до свидания.